Здорово, друзья мои! Как обычно с вами человек, экспериментирующий над своим здоровьем и снимающий про это видео. В этот снулый и зябкий час я нашел некое зелье у себя на прекрасной книжной полке. И отдельно хочу поблагодарить за это зелье бородатого друга. Бородатый друг. Отдельно счастья, здоровья тебе, любви, взаимопонимания, нежности. Итак, байдзю. Ребята, в кино форма бутылки керамика. И вот эта красная такая революционная голова. Она прям шокирует и умиляет на самом деле. Ну, конечно же, не будь глупцом. Я попробовал сие зелье и ответствую вам с полной уверенностью, что это охуенно. Помните, на канале было видео, где я пробовал байдзю. Это был такой ацетонный, такой приторный, рыгательный, рыгабельный напиток. А сей напиток не отличается какими-то такими свойствами, вышеперечисленными. Здесь есть ацетон, здесь есть такая ягодная составляющая, но здесь есть и вкус, и ароматика кукурузы, чего в предыдущем экспонате так не представлялось. Конечно же, по мозгам бьет, дай Боже. Это 52 оборота. Вот единственное, что здесь по-русски написано, и то не по-русски, а по-римски, римскими цифрами, 52%. Ну, можно понять, что это шо. 52 китайцы умерли после распития всего напитка? Нет, вряд ли, вряд ли. Скорее всего, это цена. Расплат, так сказать, 52 года отмерено алкоголику. Ну, в России так, а может быть еще и раньше. И погнали, ребята. Ацетон. Ягодки. И что-то еще, я не пойму. Ну, ах. У меня присутствует полная уверенность в том, что китайский напиток нужно закусывать квашеной капусточкой. Она как нельзя к стати подходит. Кстати, небольшая ремарка про квашеную капусточку. Вы же знаете, что происходит в организме человека, когда попадает алкоголь. То есть, этанол окисляется до ацетальдегида. Ацетальдегид это, по сути, токсин. Ацетальдегид должен в хорошем состоянии, когда печень работает, окисляться до уже уксусной кислоты. Уксусная кислота выводится с мочой, ну и так далее. Но процесс именно накапливания, аккумулирования данного фермента у каждого свой. И процесс выведения, опять-таки, каждого свой. И, соответственно, от этого зависит степень похмелья, степень выведения человека из этого штопора. То есть, из этого пьяного состояния, опять пишут тут. И вот это вот средство, оно выводит, выводит. Оно прямо ацетальдегид, он прямо и толкает, да? Из нашего организма. Ну, зачем это я рассказал? Я не понимаю. Ну, хочу сказать, вот это вот классная штука. И будьте здоровы, счастья, здоровья вам. И берегите себя и близких.